Друзья, если вы готовы начать вторую часть, поставьте плюсики, и мы продолжаем. Как настроение по стабальной шкале? Нормально слышно, видно. После первой части не устали, все нормально. Лично я уже привык, для меня это не сложно, это уже удовольствие. Нормально. Хорошо. Вот сейчас будет самое интересное, самое ценное. Это как работать в интернете, это как работать на земле, как правильно приглашать, как правильно продавать, какие способы приглашения, что такое запуск, какие картинки выбирать. В общем, много интересного и важного. Давайте сразу тогда приступим к делу. Все, что лишнее, я сейчас закрываю. И открываю новый слайд, новую картинку. Поехали. Итак, все вместе, все нормально. Вот я вижу, что Светлана счастливая пишет, Лейли, я зашла, поздравляю вас. Первое, что вы должны понимать, что ваш бизнес сегодня – это вы. То есть ваш бизнес – это вы, и значит ваш бизнес будет отталкиваться от ваших целей, поэтому вам нужны правильные цели, правильные мечты. У вас должна быть причина, которая будет двигать вас к вашей цели. Коротко о первом пункте. Значит, что такое причина? Вот для многих людей, дети – это причина, чтобы остаться дома и не идти на тренинг. Ну, например, в вашем городе проводится тренинг по развитию личности. И иногда мамы, которые, или папы, которые, знаете, не хотят выйти из зоны комфорта, они говорят, когда их приглашают на тренинг, они говорят, у меня дети, мне надо с детьми дома быть. Вот это причина – им не строить бизнес. Есть люди, у которых есть дети, их приглашают на развитие личности, на семинар, и они говорят так, да, у меня же дети, мне нужно детей поднимать, я детей отведу к бабушке и сама пойду на тренинг. То есть понимаете, да, какая причина бывает? То есть причина бывает ничего не делать, а бывает причина, наоборот, делать. То есть, получается, нужно каждому из нас понять, что должна быть причина, которая действительно будет двигать вас. Например, вы живете в двухкомнатной хрущевке. Например, у вас кредиты. То есть у вас должны быть причины, которые будут вас заставлять выходить из зоны комфорта. Кто меня понял, о чем я говорю? То есть, если у вас кредит, это факел под задницу, который заставляет вас идти обучаться. А есть люди, которые сидят с кредитом, их устраивает их оклад, и они будут так сидеть. Понимаете? И всю жизнь так проживут. Поэтому причина должна быть у вас серьезная. Далее. Ваша мечта – это ваш двигатель. Ваша мечта – это ваша награда. Ваша награда должна быть настолько высока. То есть, то, о чем вы мечтаете, к чему стремитесь, это должно быть настолько важным для вас, что, когда вы начинаете бизнес, а вам тысячу клиентов говорят, да все это фигня, ничего нам это не надо. Так вот, большинство людей, когда им так говорят, они вот так вот делают, бизнес не для меня, меня никто не понимает. А когда у человека настоящая мечта, то его награда, награда настолько высока, ну, допустим, это дома, это путешествия, это здоровый образ жизни, это помощь разным людям, это миссия какая-то. И вот это вот пустяк, что вам кто-то отказал, фух, и все. То есть, мечта должна быть настолько большой, ваша цель и награда должна быть вот настолько ценной, понимаете? Вот о чем я хочу сказать. Тогда вы никогда не будете говорить, меня не слышат, и меня не понимают, никто на портал зайти не может, ой, я столько пригласил, ой, у меня не получается. Это смешно. Взрослые люди так не поступают. Чемпионы так не поступают. То есть, если ты взрослый мужчина, тебе, допустим, полтенник, и ты своему менеджеру, наставнику об этом говоришь, ты просто нытик, ты тряпка. Ты просто понять не можешь, что так не делается. То есть, твой менеджер, твой наставник, это не помойное ведро, куда надо жаловаться. То есть, если ты привык всю жизнь жаловаться, встал в зеркало, и говоришь себе в зеркало, я неудачник, я так ля-ля-ля-ля-ля. Но так не надо. Надо себя-то любить. Если кто-то отказал, учись делать так, чтобы никто не отказывал. Если кто-то тебя не понимает, если ты не можешь продать продукт, если мало людей приходит, научись сам. Если наставник тебя не устраивает. Знаете, сколько у меня партнеров, которые мною довольны, и которые мною недовольны? Очень много. Потому что я, допустим, не позволяю своим партнерам быть нытиком и хлюпиком. Поэтому меня многие не любят, они хотят поныть, а я им говорю, ты что нырешь-то? Иди книги читай, развивайся, меняйся. И вот если вы хотите, чтобы ваш наставник вас услышал, и чтобы вы услышали его, то в первую очередь, надо вам измениться. То есть вам надо менять себя. И вот ваша награда, ваша награда, она вам не будет давать покоя. Она вам не будет давать покоя. Далее. Цель. У вас должны быть разные цели. Цели, они могут быть маленькие. Маленькие, средние, большие. То есть это покупка продукта, это продажа продукта, это уровень директора, это уровень вице-президента. Цели нужно правильно делать. Допустим, на один день, каждый день вы должны делать на один день, на следующий. На неделю, на месяц, на три месяца, на полгода, на год, на три года. На десять лет. То есть у вас должны быть разные цели. Постройка дома, покупка гаража, значит, там, обустроить детей, значит, устроить их в лучший институт. То есть вы должны распланировать свой жизненный график. Но каждый день, каждый день, вы должны на следующий день составлять план действий, покупка хлеба, оплата электричества, оплата телефона, продажа продукта, посещение тренинга, приглашение людей. То есть это все должно быть на каждый день. И ваши цели должны быть правильные. Цели есть, которые нельзя отменить, а есть, которые можно отменить. То есть если сегодня презентация в 19.30 Москвы, то для вас это бизнес, это работа, то естественно в 19.30 Москвы вы должны сегодня идти на презентацию, приглашать людей. Но многие люди сделают по-другому. Они возьмут пиво и пойдут смотреть футбол, хоккей, потом наши хоккеисты проиграют, и потом они с недовольным видом дома вот так улягутся на диван и будут хоккеисты херово играют, ничего не могут. Ну то есть результат какой? Если ты пошел смотреть хоккеистов, то ты живешь их жизнью. А им что? Они получают миллионы баксов, они приехали на Олимпиаду, клюшками чуть-чуть постучали, имидж свой поддержали, им за рекламу бабки заплатили, а за Россию они так и не сыграли. Понимаете? По большому счету за Россию они не сыграли. А потом ваши мужья или вы, или просто кто-либо кто начинают разочаровываться. И нет энергии, нет энергии заниматься бизнесом. Так вот, ребята, стоит ли вам свое время тратить на фильмы, на дом 2, на дом 3, на дом 10, на дом 100, как Памела Андерсон живет, как Филипп Киркоров живет, ой, там сегодня по НТВ будет, там же будут рассказывать про Бузову, ой, там, о, там же будут рассказывать, там еще про кого-то. Ну то есть фишка в том, что когда вы смотрите телевизор, когда вы играете в игры, когда вы читаете газеты, желтую прессу, когда вы читаете книги, романсы, фантастику, вы всегда проживаете чужую жизнь. Так вот, как надо правильно, кто меня понял, чем я говорю? Правильно, правильно, планировать свои действия на следующий день, таким образом, что все важные дела и срочные дела нужно правильно делать. То есть если вы в бизнесе, то в 19.30 Москвы каждый день, где вы должны быть? Вот кто мне напишет правильное слово? Вот в 19.30 Москвы где вы должны быть? Вот я в 19.30 Москвы всегда в одном месте, всегда в одном месте, поверьте мне. А в 14.00 Москвы где вы должны быть? На портале, на портале, в бизнесе. Если вы на портале, то вы в бизнесе. Если вас нет на портале, то у вас нет бизнеса. То есть многие люди, я не буду их причислять к идиотам или к тупицам, многие люди думают так, что они могут никуда не ходить, никого не приглашать, ничего не продавать, не обучаться, и они могут в этом бизнесе быть богатыми. Так не бывает. Кто из вас видел, чтобы золотую медаль давали на Олимпиаде за то, что человек не вышел на трассу? Да не бывает такого. Просто не бывает. Это нереально. Но это просто нереально так думать. Мне не жаль таких людей. Мне совершенно не жаль таких людей, кто так думает. Вот кто живет такой жизнью, мне не жаль, это их жизнь. Вам должно жалко только быть за себя, за свою жизнь. Если кто-то там из ваших партнеров не приходит на портал, то их жизнь, пусть живут как хотят. Вы за себя думайте, вы за себя переживаете. В первую очередь, я прихожу на портал, потому что знаю, что если я не приду, у меня не будет бизнеса. Вот и все. Если вы не придете, у вас бизнеса не будет. То есть, каждый сюда приходит для себя. Вы приходите сюда получать знания, вы приходите сюда приглашать партнеров. Это ваше накование, это ваш инструмент. Кусть железа пока горячо. Вот поэтому самые успешные люди появляются на портале. Самые бедные пьют, гуляют, куролесят. Вам решать, что вы будете делать. И последняя рекомендация по первому пункту, что самое важное, это не покупка хлеба, это не помыть полы, это в первую очередь ваш бизнес. То есть, если вы не придете на работу, то вас уволят. Если вы дома помоете полы, но на работу не пошли, в это время мыли полы, вас уволят. Но если вы придете на работу, в бизнес, в спорт, сделаете действие, а потом полы помоете, вас никто не уволит. Поэтому приоритет вот здесь должен расставлен. Не транжирить свое время, куда попало. Если вы поставили цель, добились ее и точка. Добились цели и точка. По первому пункту, если все понятно, по 10 бане ставите оценку, идем на второй пункт. То есть, второй пункт, это фундамент. Что может быть фундаментом в любом бизнесе, в любом интернет-бизнесе, в любой сетевой компании, в любом классическом бизнесе? Что является фундаментом на сегодняшний день, в любом бизнесе, кто мне подскажет? Кто-нибудь подскажет мне, пожалуйста? клиент, Верно. Клиенты. Фундамент это клиенты. То есть, если нет клиентов в магазине, если нет клиентов, то есть, если у вас нет клиентов, у вас и не будет бизнеса. клиенты берутся откуда? С рекламы, с приглашений. Клиенты, они покупают что? Они покупают то, что у вас есть в магазине. И поэтому, поэтому фундамент является, это ваш список. Так вот, друзья, список, он бывает двух видов. Вы можете пригласить в свое кафе теплый рынок и можете в свое кафе пригласить холодный рынок. В чем разница? Теплый рынок это люди, которых вы лично знаете. Что вам надо сделать сегодня? Взять ежедневник, взять тетрадь и составить список не в телефоне. Вам надо составить список людей, которых вы когда-либо знали. Это и называется теплый рынок. Кого вы знаете по имени, с кем вы можете заговорить, это соседи ваши, это ваша дочь, в садике вы ее отводите, там есть такие же родители, это ваш парикмахер, бухгалтер, охранник, грузчик, товаровед, это ваши родственники, это близкие, дальние родственники, это ваши друзья, это малознакомые люди, но с которыми вы где-то общаетесь. То есть теплый рынок это те люди, которых вы в первую очередь можете пригласить, правильно? И вот в кафе, в кафе вы можете таких людей пригласить каким способом, кто знает? Таких людей вы приглашаете по телефону, по телефону, в скайпе, лично, ну то есть таких людей вы обычно приглашаете по телефону, лично, по скайпу, в сообщениях и так далее. Холодный рынок это рынок рекламы это те люди, которых вы не знаете. Теплый рынок он когда-то закончится. Холодный рынок никогда не заканчивается. Теплый рынок это примерно примерно от ста до тысячи человек. человек в возрасте 25 лет способен знать от ста человек до тысячи человек. Вот и записывайте всех людей кого знаете. А холодный рынок холодный рынок это от одного человека до семи миллиардов. Вот как вы думаете какой рынок на сегодняшний день лучше всего научиться осваивать. Вот какой рынок вам больше всего денег даст. Вот как вы думаете на ваш взгляд теплый рынок или холодный рынок вам даст гораздо больше денег. За год, за пять лет, за десять лет, за сто лет. Ну конечно холодный рынок даст куда гораздо больше денег, потому что холодный рынок это семь миллиардов людей. Если меня слышно поставьте пять. А горячий рынок горячий рынок это от ста человек до тысячи человек. То есть естественно если к вам в кафе будут приходить вот эти тысячи человек с горячего рынка это нормальный бизнес. Но холодный рынок гораздо больше может дать. Вот теперь смотрите в теплом рынке в теплом рынке есть два понятия есть два понятия это кипяток кипяток ну то есть это очень теплый рынок и это просто температура средняя то есть это просто теплый то есть вы должны понять что в теплом рынке есть две категории кипяток и обычный теплый рынок кипяток это люди которые ваш отец мама друг это люди которые вам доверяют то есть из теплого рынка вам процентов 10 доверяют а процентов 90 просто вас знают ну то есть из теплого рынка процентов 90 вас просто знают а процентов 10 это ваш прямо друг мама брат который вам доверяют этими списками тоже надо правильно уметь пользоваться составили список всех этих людей всех этих людей и третье что вы начинаете что начинаете делать с этими людьми с холодным рынком с теплым рынком с рынком который вам доверяет как вы думаете вот что вы начинаете делать для чего вы составляли список список надо составить всем Если вы список не составите, у вас не будет бизнеса. То есть, вот это вы должны понять. Приглашать. Естественно, клиентов начинают приглашать в пиццерию, в автосервис, в автомойку, в интернет. То есть, вот этот список вы должны начать приглашать. Звонить, или просто давать рекламу, или просто из уст в уста говорить. Если слышно, поставьте 5. И вот третий пункт, это приглашение. То есть, вы начинаете приглашать людей. Приглашение. А куда вы приглашаете людей? Четвертый пункт. Вот в данном случае, куда вы приглашаете людей? Кто-то приглашает в кафе, если у него кафе. Правильно? Кто-то приглашает в торговый центр, если у него там магазин. А мы приглашаем людей на информационную встречу. На информационную встречу, где их знакомим с нашим бизнесом и с нашим продуктом. У нас есть с вами, смотрите, информационная встреча. У нас есть с вами несколько видов информационных встреч. Давайте их обсудим. Нужно использовать все. Первое. Это индивидуальная информационная встреча. Второе. Это открытая информационная встреча. Четвертое. Это домашняя... Третье. Это домашняя информационная встреча. И пятое. Это... Портал успех вместе. Информационная встреча. В чем разница вот этих четверых встреч? Мы приглашаем людей. Я расскажу сейчас способы приглашения. Есть три вида... Есть четыре вида способа приглашать. Есть способ А. Есть способ Б. Есть способ В. Есть способ Г. Или просто. Способ 1, способ 2, способ 3, способ 4. Сейчас я расскажу, как приглашать. Куда мы приглашаем людей? Мы приглашаем людей на информационную встречу. Индивидуальная информационная встреча. Это где вы один... Или... Плюс... Ваш менеджер или наставник. И вы рассказываете то, о чем рассказывают люди на презентации, вашему потенциальному клиенту или на продукт, или в бизнес. Это называется индивидуальная информационная встреча. Это можно провести в кафе. Это можно провести дома. Это можно провести на работе. Это можно провести по скайпу, в интернете. Открытая информационная встреча. Что это такое? Открытая информационная встреча, она проводится. Значит, обычно она проводится в конференц-залах, в ДК, на стадионах. То есть, это когда вы приглашаете, и не только вы, а команда приглашает людей в один зал. То есть, открытая информационная встреча, это когда люди собрались в офисе, или, значит, где-то на стадионе, или где-то в конференц-зале. Там приходит спикер, и один человек представляет спикеры перед аудиторией. То есть, расставили 50 стульев, к примеру, выходит человек, который делает построение спикеров. Дамы и господа, доброе время. Мы начинаем встречу. По традиции, давайте отключим сотовый телефон или поставим на вибрацию. Сейчас для вас выступит специальный гость. С ним было договориться очень сложно. Это знаменитый человек. Только что он прилетел с Москвы, проводил там подобную встречу. На этой встрече присутствовали владельцы банков, успешные люди. Итак, встречаем Николая Петрович. Николай Петрович выходит. Доброе время, друзья. Мы начинаем встречу. Тык-тык-тык-тык-тык, и все рассказал. Кто находится в зале? В зале находитесь вы и ваши родственники, друзья, знакомые, малознакомые люди по рекламе. То есть, это называется открытая информационная встреча. Если понятно, поставьте плюс. Следующее. Домашняя информационная встреча. Это когда вы приглашаете к себе домой своих знакомых людей. То есть, открытая информационная встреча, туда приглашает команда. Туда приглашают все. То есть, там не только вы и ваши люди, а вся команда. А домашняя информационная встреча, это когда вы только приглашаете свою команду, только свою команду и только своих людей. И своего наставника. Домашняя информационная встреча. Как происходит? Значит, вы пригласили людей домой, расставили вот так вот, на диванчик их посадили, расставили стульчики, налили им водички. Налили водички. Если слышно, поставьте 5. Если не слышно, то я перезагружусь. Юрию напишите, чтобы он F5 нажал, обновил, у него не слышно. То есть, речь идет о том, что домашняя встреча вы посадили приглашенных, они вот так спокойно сели. Вы им налили водички. Вы им дали ежедневник, ручку. Пришел ваш наставник домой, менеджер. И он на доске рисует, рассказывает, показывается, показывает им все. То есть, за вас дома проводят встречу профессионал. Но также домашняя встреча проводится еще не только на доске. Вы пригласили людей домой, поставили ноутбук. 10 человек смотрят или запись, или запись, или прямой эфир с портала «Оспехмести». То есть, вы их пригласили на 14.00 или на 19.30 Москвы, включили дома проектор, или ноутбук, или компьютер, или телевизор. И люди смотрят прямой эфир через портал и пьют чай, записывают разные информации. Вот это называется домашняя информационная встреча. И есть еще портал «Успехмести». Это информационная встреча, которая проводится только в интернете. И выглядит она вот таким образом. Вот так вот выглядит. Люди сюда приходят. Вот страны, фамилии, имена. Люди приходят, и здесь, через вот этот экран, какой-то спикер, профессионал, рассказывает про бизнес. Вот. И если понятно, поставьте 8. То есть, вы приглашаете людей на 4 разных встречи. Я делаю что? Приглашаю на все 4 встречи. Вам нужно научиться применять все 4 варианта. Человек, который освоит все 4 варианта, то у вас будет гораздо больше, гораздо больше возможностей именно для большого бизнеса. То есть, если вы это освоите, то для вас гораздо больше будет перспектив. То есть, вот что я хочу вам сказать. Идем далее. Так. Вот, значит, мы приглашаем людей. Вот сюда. Есть 4 вида приглашения. Четвертый вид приглашения – это реклама. Это реклама. И 3 вида приглашения я сейчас вам расскажу. И про рекламу тоже расскажу. Значит, смотрите. Как правильно приглашать людей из того списка, который вы написали. Если вы здесь посмотрите, то мы писали с вами горячий рынок. Теплый рынок – это вот кипяток. И теплый. Холодный – это реклама. Изначально вы новичок. Вам сложно приглашать людей с холодного рынка. И вам сложно приглашать людей с рынка, который вам еще не доверяет. То есть, если вы посмотрите вот сюда, то вам надо приглашать в первую очередь 10%. Люди, которые вас знают, люди, которые вам доверяют – это отец, мама, друг. Это люди, на которых вы имеете какое-то влияние. Возможно, ваши ученики. Возможно, вы начальник или еще кто-то. В общем, 10%, которые вам доверяют. Вот их надо приглашать в первую очередь. На этих людях вы начинаете обучение. Можете также приглашать еще… Есть два варианта, два способа. Можете также начинать с малознакомых людей. То есть, можете оттренироваться на малознакомых людях. То есть, если вы их потеряете, ничего страшного. То есть, вот так. Но люди, допустим, которые для вас важны, вы думаете, что вот эти люди будут… Большой бизнес могут сделать вам, то их лучше пригласить во второй или в третий заход. То есть, в первый заход лучше пригласить или те люди, которые вам доверяют, или те люди, которых вы мало знаете. Но которые, если потеряются, ничего страшного. То есть, вы как бы на них отработаете схему. Вот. И что я вам хочу сказать. Что четыре варианта приглашения. Начинать надо вот таким способом. Смотрите. Самый простой способ пригласить людей… Это… Позвонить своему отцу. Взять телефон. Отец, привет, как дела? Все отлично. Батя, я тебе не просто так звоню. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь меня выручить? А что, сын, произошло? Да ничего, все нормально. Я начал новый бизнес. Но не знаю, правильно ли я для себя бизнес выбрал или нет. Можешь посмотреть завтра вместе со мной в 14.00? Не, завтра я работаю. А в 19.30 после завтра можешь? Да, могу. То есть, вы отцу не бизнес предлагаете. То есть, первый способ приглашения – это когда вы делаете звонок другу, брату, маме. И просите помощь, рекомендации. Вот как вы думаете, если вы таким путем сделаете, ваш отец вам откажет? Естественно, если вы будете отцу звонить, предлагать бизнес, он может вам отказать. А когда вы говорите, отец, мне нужна твоя помощь, нужна твоя рекомендация, мама, брат, друг, то вот эта схема, она будет работать. Если меня слышно нормально, если вы поняли этот способ приглашения, то можете откомментировать. То есть, речь идет о том, что первый способ приглашения – это, получается, помощь, это рекомендация, это взгляд со стороны. И приглашаем мы таким способом немало знакомых людей, а только отца, то есть, брата, маму записали, правильно сделали. То есть, это и называется, то есть, вы позвонили человеку, с которым у вас хорошие отношения, вы попросили помощи, он начнет спрашивать, каким бизнесом ты занялся. Ничего не рассказывать. Ничего не рассказывать по телефону, ни по скайпу, ни лично, ни в переписках, ни СМС. Вы попросили совета, вы должны сказать, я только начал, если бы я знал, я бы тебе рассказал. То есть, у вас вот такая четкая позиция, никому ничего рассказывать не надо. Рассказывать будет спикер. И когда спикер начинает смотреть информацию, спикер дает информацию, а новичок смотрит. Он вроде пришел вам совет давать, он отцу говорит, наоборот, отец говорит вам, отец говорит, да что ты меня раньше не позвал, какой классный бизнес. Надо стартовать и стартовать треугольниками, семейным, золотым, брать не по 660, а брать себе на 660, маме 660, брату 660. Ну, то есть, фишка-то вот в этом. То есть, вот такой способ. Далее, второй способ. Я его называю эффект третьего лица. Значит, знаете, такая интересная схема, когда вы, так знаете, вроде как и отталкиваете человека, и вроде как еще заманиваете. То есть, вы берете телефон, скайп или просто в переписке и общаетесь со своим, например, человеком. Эта схема может подойти к любому. Знакомый, малознакомый человек. То есть, вы делаете звонок. Привет, Коля, как дела? Коля говорит, так-то, так-то, так-то. Спрашивает, как у тебя? Ты говоришь, у меня так-то, так-то, так-то. Слушай, Коля, я тебе звоню не просто так. У меня мой старый знакомый или просто партнер. Ну, то есть, вы должны сказать не от себя, вы должны сказать, например, от меня, от вашего наставника. То есть, вы должны сказать вот так. Слушай, звоню я тебе не просто так. У меня мой знакомый, успешный человек в нашем городе или в вашем городе, потому что люди живут в разных странах, ну, то есть вы можете не жить с ним в одном городе, открывает сеть по топливному бизнесу. И он у меня спрашивает, не знаю ли я человека, которые бы хотели получать процент с каждого литра автолюбителей, дальнобойщиков, ты не знаешь таких людей? У тебя есть такие знакомые? То есть вы должны не его звать, вы должны звать не знакомого, не друга, не приятеля, а вы должны звать якобы его друзей. То есть ты не знаешь, порекомендуй, то есть есть хорошая тема и процент с каждого литра автолюбителя-дальнобойщиков. Тогда ваш человек, ваш человек говорит, он говорит, а чем надо заниматься-то? Ну, Коля говорит, а чем надо заниматься? А вы говорите, а я и не подумал, Колян, а действительно, слушай, может быть, тебя порекомендовать? Ты же классный там, ты офицер, ты там спортсмен, похвалите его. Ну, похвалите его за то, где он успешен. То есть, и он спрашивает, а я-то тоже хочу, чем надо заниматься? И вы ему говорите, слушай, а ты что делаешь завтра в 14.00, в 19.30? Он говорит, свободен. Ну, все, я завтра за тобой на машине заеду, съездим в офис, я тебе все познакомлю, у тебя с моим наставником там. Ну, не надо говорить наставник, надо сказать, познакомлю тебя с моим знакомым, который открывает эту сеть. Кто понял вот этот смысл приглашения? Откомментируйте. То есть, вы делаете звонок и ему ничего не предлагаете. Сначала говорите, как дела, туда-сюда, потом говорит, я звоню тебе по делу. Ко мне обратился мой знакомый, он миллионер, успешный человек, в нашем городе сейчас открывают бизнес топливный, и связано это с заправками. И он спрашивает, не знаю ли я людей, кому нужен процент с каждого литра человека, который заправляется бензином, дизелем или газом в нашей области. И он говорит, эти люди могут получать хорошие деньги. И он спрашивает, чем занимаются-то надо. А вы говорите, слушай, я же про тебя не подумал, а тебе-то это как раз подойдет. А что ты делаешь завтра? Он говорит, то-то, то-то, то-то. Вот. Так. Ильяс Камень. Закройте у себя антивирус, закройте все страницы, оставьте только на портале. Возможно, вы с модема заходите, у вас плохой интернет. Вот это второй способ приглашения. Третий способ приглашения, я называю это таким образом, то есть напрямую. Уже знаете, просто интригуете и берете человека энергией. Третий способ приглашения, значит, звучит так. Вы, допустим, делаете звонок другу, он живет в Москве. Привет, Иван, как дела? Классно? Слушай, Иван, звоните не просто так, ты не представляешь. Мой друг, крупный предприниматель в Москве у вас сейчас открывает топливный бизнес. И предлагает тебе, так как ты мой знакомый, ему нужны надежные люди, получать процент с каждого литра. Представляешь, кто в Москве будет заправляться на Роснефть и Омни Лукоил. Тебе это интересно? То есть ты представь процент с каждого литра. Места ограничены. Это мой знакомый, я тебя с ним сведу, он тебе все объяснит. Он говорит, о, а что надо делать-то? А ты что делаешь? А вы ему говорите, а что ты делаешь сегодня в 19.30 в Москве? Он говорит, свободен. Так, я, значит, тебе дам ссылочку. В 19.30 в Москве заходи, я тебе помогу зарегистрироваться. Там будут владельцы транспортных компаний, крупные люди, будут наши руководители. Не опаздывай, не подводи меня, потому что эту ссылочку я по блату для тебя попрошу. И вот так вы приглашаете. Это три вида приглашения. Это без рекламы. То есть это именно по телефону, это в скайпе, это лично. То есть вот три вида приглашений. Кому понятно, если все понятно, 1, 2, 3 поставьте, что все три варианта понятны. Если не понятно, задайте вопрос. Андрей, как можно будет посмотреть повтор? Смотрите, Андрей, заходите вот сюда, жмете оплату офиса на главной странице, оплачиваете на месяц 10 долларов, на год стоит со скидкой 80 долларов. Обычно я беру на полгода или на год, мне так выгоднее. Ну, оплатите, как хотите. Оплатите, и у вас появится архив вот здесь, и в архиве 500 тренингов. Все тренинги в записи, видите, любой тренинг можно посмотреть. Здесь выступают разные люди на разные темы. Если, Андрей, понятно, то поставьте 10. То есть я вам сейчас показал, как, Андрей, сделать. Вот нажмете оплату офиса, оплатите, и у вас будет в архиве вот здесь 500 тренингов. И вы можете любой тренинг посмотреть. Там разные тренинги есть. Вот, ну все, по приглашениям вот таким понятно. И еще есть приглашения по холодному рынку. То есть по холодному рынку. И вот холодный рынок, он тоже интересен, потому что когда-то теплый рынок у вас закончится, а холодный рынок, он никогда не заканчивается. И холодный рынок, он может перейти в теплый рынок плавно, когда вы с людьми познакомитесь. И вот есть четвертый вид рекламы, это приглашение через рекламу. У нас есть разные способы рекламы. Я вам расскажу про рекламу, когда подведу сейчас пятый, шестой, седьмой пункт. То есть я вам буду рассказывать рекламу на земле, рекламу в интернете. И так как это относится к третьему курсу, то я сейчас про рекламу рассказывать не буду. Хорошо? Это будет самое интересное. Вот холодный рынок, он самые большие деньги приносит. Я расскажу об этом немного позже. Подводим далее ситуацию. Значит, смотрим. И сейчас мы будем с вами работать над пунктом номер пять. На пунктом номер пять. И мы с вами это обсудим. Итак, делаю я, значит, слайд и показываю. Значит, приглашаем людей. Люди приходят. И теперь мы с вами берем и сделаем вот так. И вот здесь, ниже, рисуем пятый пункт. Пятый пункт. Это, ребята, знаете, как называется? Это называется встреча, как быть дальше. Запуск. Как быть дальше или запуск. Состояться она должна в течение сорока восьми часов. То есть, люди приходят на информационную встречу. Есть четыре встречи. Вы их приглашаете четырьмя разными вариантами. Они пришли. На встрече вы им даете пакет документов, какую-то ссылку, какое-то видео, какую-то информацию, какой-то буклетик. Они там получают. И вы говорите. Вот, изучи информацию. Я потом у тебя заберу, и мы обсудим это предложение. Иногда вторая встреча проводится сразу же. Бывает, человек говорит, все, я готов вот здесь. Он говорит, я хочу начать. Тогда она сразу же проводится, в первую же секунду. Бывают люди говорят, мне надо подумать. Вторая встреча проводится или один на один, или два на один. То есть, один это ты, и один это клиент. Или два это твой менеджер, твой наставник и твой клиент. То есть, встречу можно так и так проводить. Делается запуск к человеку, направляется в бизнес. Ему помогается, значит, что ему помогают? Ему помогают оплатить офис в Гринфуде. Ему помогают оплатить успех вместе. Ему помогают настроить робота. Ему помогают делать рекламу контакт в Facebook. То есть, запуск это первые шаги для новичка. Ее нужно сделать, эту встречу нужно сделать профессионально. Плохой запуск погубит новичка. Поэтому новичок должен прийти на этот запуск осознанно. Он должен задавать правильные вопросы. Вы должны давать правильные ответы. И также задавать ему правильные вопросы. То есть, задавая правильные вопросы, вы получите от него информацию и дадите ему ответ. Обычно на этой встрече задают такие вопросы. Что тебе больше понравилось? Продукция или бизнес? Человек говорит, мне понравилась продукция. Вы должны задать вопрос, когда ты готов купить продукты и по какой цене? Ваша цель на встрече не продавать продукт. Ваша цель на встрече не продавать бизнес. Ваша цель на встрече выставить с человеком отношения. Понимаете? То есть, не быть камережером, который хочет лишь бы продать. То есть, вам не надо быть каким-то похожим таким на барыгу. Вам надо быть профессионалом своего дела. То есть, на этой встрече вы задаете вопрос. Записывайте. В скайпе, по телефону, в личке. Вы задаете вопрос. Что тебе, вам больше понравилось? Продукция или возможность дохода? Если человек говорит, продукция, вы должны задать вопрос. Вы не должны говорить, покупай. Вы должны спросить, когда вы готовы купить и по какой цене? По полной или со скидкой? Человек отвечает, со скидкой или по полной? И вы говорите, когда готовы купить? Он говорит, день. Вы говорите, хорошо, в этот день я вам предоставлю продукт. Далее. Человек говорит, бизнес, возможность. Тогда вы ему говорите, не регистрируйся, то есть, не давай деньги, а вы ему говорите, когда вы готовы начать бизнес. То есть, он говорит, меня заинтересовал бизнес. Вы опять задаете вопрос, когда вы готовы начать бизнес? Все ваши вопросы должны быть открытые. Не закрытые, а открытые. Открытые вопросы, это когда он должен дать ответ. А закрытый вопрос, это когда он ответа может дать, но он вас не устроит. И если вы понимаете, о чем я говорю, поставьте цифру 7. То есть вы задаете вопрос, когда вы готовы начать бизнес? Он говорит число. Все. Для того, чтобы вы профессионально начали заниматься бизнесом, вам запуск проведет мой наставник. Или я. Если вы являетесь каким-то крутым уже по уровню, можете сами провести. Если вы вице-президент, в принципе, вы можете один эту встречу сделать. Естественно, если вы пригласили какого-то большого человека, то лучше, чтобы ваш наставник это сделал. Но это 100% лучше будет. Это эффект третьего лица. Всегда нужен эффект третьего лица. Запомните, это эффективнее. Если на встрече будете вы не один, а вдвоем с вашим менеджером и наставником, то шансы на сделку больше на 90%. Обычно это называют трехсторонний разговор. То есть вот так это называется. Теперь смотрим вот сюда. Все обсудили. Запуск сделали. Новичка запустили. Он зашел на пакет, его зарегистрировали, он оплатил успех вместе, вы его настроили робота. То есть он не должен у вас купить продукт, вы ему должны дать четкие шаги. Покупка продукта это не решение бизнеса. Он у вас должен знать о том, что есть тренинги, что нужно посещать, что есть система, что нужно ее оплатить, что нужно настроить робота, что нужно делать статусы, что нужно консультироваться, что есть разные скайпы, чаты, куда нужно добавиться. То есть вы ему должны объяснить все, что дает пользу, понимаете, поэтапно. Вот следующий пункт номер 6. И пункт номер 7. 100% потребитель. Кто это такой? То есть человек, который занимается нашим бизнесом, если он имеет свой автомобиль и не потребляет продукт, то он враг своему бизнесу. Объясняю. То есть 100% потребитель это человек, который все о чем говорит, сам же и делает. То есть если вы, у вас есть свой автомобиль и вы не пользуетесь продуктом, то вы получается врун, вы мошенник. То есть вы обманываете человека, вы же сами-то не пользуетесь. Поэтому, поэтому вам надо понять, что каждый из вас, каждый из вас должен сам пользоваться, если у вас есть свой автомобиль. Если нет автомобиля, то результат нужно получить на технике своих родственников. Тогда ваша история будет убедительней. То есть ваша история будет убедительней, если у ваших родственников или у вас есть результат. Если поняли, поставьте 8. Далее, 100% потребитель это не только пользователь продукта EnviraTabs, это не только продукт, это еще и система. То есть если вы в системе робота своего не имеете, то есть если у вас нет своего робота в успех месте, то есть если он у вас не активный робот, то все, вы не в бизнесе, у вас нет бизнеса. Первое. Обязательно должен продукт работать у ваших родственников или у вас, если есть автомобиль. Второе. Обязательно должен работать робот. Но как вы можете продвигать бизнес, если вы человеку предлагаете купить робота, чтобы он делал статусы, но сами-то вы не делаете? Ну то есть вы мошенник, понимаете, вы обманываете человека, вы сами-то этого не делаете. Вы не делаете статусов, вы не приглашаете людей, вы не пользуетесь продуктом на своем автомобиле. Поэтому шансы, что у вас будет бизнес, они будут вот такие, минимальные. Почему в свое время Apple поднялся? Ну, наверное, человек, который придумал Apple, любил, да, этот Apple. Так же, нет? Почему Microsoft поднялся? Ну, наверное, человек, который создал Microsoft, любил этот Microsoft, жил этим Microsoft. Поэтому вы должны жить этим. Вы должны это через себя пропустить. То есть вот так. Если этот пункт усвоили, ставим цифру 9, идем дальше. Нормально. Идем далее. Теперь пункт номер 7. Самообразование. Вот я очень часто встречаю людей, которые хотят быть успешными, но сами не обучаются, а своим партнерам говорят, иди обучайся. Это неправильно. То есть, если вы хотите быть успешным, вы делаете бизнес для себя. Часто я заметил, что люди учат других людей, но сами не знают, чему учат. Понахватались, значит, вершков и корешков, да, но не знают, как отличить одно от другого. Ну, то есть информацию может давать по-настоящему только человек, который через это прошел и который это делает сам. То есть не теоретик, а практик. Вот многие люди читают книги, которые кто-то написал. Я видел у своих партнеров стопку книг, которые, эти книги, не являются ценностью, потому что эти книги написали теоретики, а не практики. Поэтому читайте книги только практиков, а не теоретиков. Ричард Брэнсон, миллиардер. Практик. Брайн Тресси, миллионер. Практик. То есть портал Успех вместе. Спикеры, которые здесь говорят. Практики. Практик, он всегда ценнее, чем теоретик. Поэтому всегда берите знания у практиков. Потому что теоретик, он вас может не туда направить. Вы потеряете время, деньги и здоровье. Поэтому всегда учитесь у тех людей, которые, если что-то говорят, то аргументируют. У них есть чек, у них есть структура, у них есть система, у них есть ролики, у них работающие продукты. То есть у практиков все работает. У теоретиков возможно работает. Но на практике 90% теория не работает. Это надо понимать. Поэтому есть такой пункт самообразование. И в этом пункте есть такое понятие. Пункт А. Пункт Б. Пункт В. Пункт В. А. Читать книги 15 минут минимум в день не порнографию, не фантастику, не допустим там механику. 15 минут в день читается книга, которую порекомендовал наставник. То есть если наставник не рекомендовал эту книгу, то читать ее не рекомендуется. Потому что вы можете прочитать книгу, например, как сделать запуск самолета, но а как собрать самолет, там не говорилось. И сначала нужно начинать с первых шагов, а не с конца. Поэтому все книги должны именно быть по теме, по тематике и рекомендованные наставникам. Ну что я могу вам порекомендовать? Если меня сейчас слышно и видно, поставьте цифру 8. Я вам порекомендую на первое время несколько хороших книг, которые нужны вам. Этого будет достаточно. Вот я рекомендую книгу. Спасибо за оценки. Пока в чат ничего не ставьте, я потому что напишу сейчас, дам вам разные книги. Смотрите, одна книга, это я буду специально по два раза скидывать, чтобы у вас 100% появилась ссылка. Это работа с возражениями. Это как правильно общаться с клиентами. Как правильно не ругаться. Как правильно аргументировать. Мастер работы с возражениями. Адиокнига Бухтиярова. Ну еще я вам дам. По психологии очень важно понимать, как сегодня устроен мир, как устроены мужчины, женщины. И вам пригодится Алан Пис. Алан Пис это психолог. Что Алан Пис вам может дать? Он вам может показать разные стороны, как думают люди. Вы теперь поймете, почему вас кто-то слышит, а кто-то нет. То есть Алан Пис, он покажет вам взгляд на этот бизнес по-другому. Потому что он рассказывает совсем другие ценности. А Брайн Тресси, он расскажет вам, как правильно ставить цели. Про то, что я вам сегодня рассказывал. Как правильно фокусироваться. Вот я считаю, что вот этого вам для начала достаточно. Далее. У вас есть вот здесь архив на портале. И вот здесь вы можете посмотреть тренинг. За 18 января два тренинга, вот две части. То есть вот это, я считаю, на первое время, для вас достаточно, ребята. Потому что это действительно важно. Это действительно ценно для каждого из вас. Вот. То есть вот с этих книг начинается знакомство именно ваше в сетевом бизнесе. И также порекомендую книгу, ее можно купить в библиотеке. Только не покупайте, пожалуйста, книги. Мой первый миллион за год. Вот такие книги, пожалуйста, не покупайте. Вот если вы увидите в библиотеке, в магазине кучу книг, где там написано, там, твой миллион за первый год, ты там сетевик, еще какие-то. Не берите, пожалуйста. Я вам точно гарантирую, что это вам сейчас не подойдет. Там много неправильных вообще рекомендаций дается. В библиотеке, пожалуйста, купите книгу. Например, в библиотеке или в магазине. 10 уроков на салфетках. Don't fail. Это вам поможет для начала понять вообще механизм. Что еще можно, да? Можно по развитию личности. Джон Кеха. То есть, Джон Кеха также возьмите. То есть, вот этого для начала по книгам, я думаю, достаточно. То есть, а потом уже, значит, Don't fail 10 уроков на салфетках. Это именно такая основа, такая брошюрка маленькая. Она вам поможет понять несколько шагов. Она поможет понять механизм. Вам просто надо ее проанализировать. Для развития возьмите Кеха. Автор Кеха. Теперь, что еще хочу вам сказать не по книгам, да? Далее идем. Далее идем мы с вами. И переходим к следующему. Это обучение в виде аудио, видеодисков. 30-90 минут в день. Вам необходимо тратить на аудио, видеокниги. Несколько я вам уже дал. То есть, несколько книг я уже вам дал. В аудио, видео формате. Вот, например, есть много интересных. Ларри Кинг. Искусство говорить. Видите, вообще, когда мы будем с вами чаще общаться, я буду вам подсказывать определенные книги. Определенные диски. Но сразу нельзя много давать. Это слишком много будет. Начните постепенно. И вот ауди-видеопрограмма. Ауди-видеопрограмма. Ее можно получить вот здесь. Заходите в архив. Каждый день смотрите какой-то тренинг из архива. Это тоже относится к книгам и дискам. Далее. Смотрим. Саморазвитие, да? Саморазвитие. Секундочку. Это посещение, посещение всех презентаций на портале успех вместе. То есть, портал успех вместе, посещение всех презентаций, когда ты не на работе. То есть, человек, который на сегодняшний день принял решение строить бизнес, он должен понимать, что бизнес для него – это портал успех вместе. Посещение всех презентаций, когда он не работает. ИГ – это семинары. Семинары бывают у нас региональные и международные. Надо посещать 2-3 раза в год региональный семинар в твоем регионе. И посещать 2 раза в год международный семинар. Там выступают великие люди. Брайн Тресси, Пол Харрисон. То есть, разные люди, которые вас направят на правильный путь. Что я могу сказать? Что сейчас международный семинар планируется у нас в Москве. И вы узнаете даты. Это будет или конец марта, или апрель. То есть, в марте, в апреле где-то у нас будет семинар в Москве. Точные даты будут объявлены. То есть, если ты встал на этот путь, то самообразование тебе позволяет получать знания не только из книг и дисков, не только на портале, а есть более крутые тренинги, которые позволяют вам быстрее реализовать себя в этом бизнесе. Вот я вам сейчас рассказал полную модель практически. То, что нужно делать новичку, менеджеру и наставнику в ближайших полгода. Вот только в принципе вот это вам надо делать полгода. Только в принципе вот это. Вот это все вас выйдет на результаты. И не забывайте еще один пункт вот здесь. Консультация. Вот здесь еще у вас должна быть консультация. Вам необходимо консультироваться с вашим наставником. С вашим наставником. Если вы новичок, можно каждый день вопросы задавать. Каждый день, если вы новичок. Если вы уже имеете уровень, можете задавать значит не один раз в день, а можете уже задавать, например, в неделю несколько раз. То есть уже неделя в несколько раз. Вот. Если вы входите в команду, допустим, узкого круга, то там могут решаться вопросы или каждый день, или по надобности. То есть если вы новичок, каждый день задаете вопросы менеджеру. Если вы уже на уровне, то несколько раз в неделю. И если вы не задаете вопросов, то мой наставник меня научил так. Смотрите. Он сказал, если ты вопросов не задаешь, то у тебя бизнес не растет. То есть он у тебя со временем умрет. Я запомнил его слова, поэтому я постоянно вопросы задаю своему наставнику. Потому что если я не задаю вопросов, значит действительно я не развиваюсь. значит я не спрашиваю, как это, как вот это. Значит я себя посчитал великим. То есть если ты не задаешь вопросов своему наставнику, ты посчитал себя великим. Не консультироваться у наставника, то есть считается глупо и не мудро по отношению к самому себе и к своему бизнесу. То есть поэтому каждый из нас должен осознать вот этот пункт, что это помогает каждому из нас достигнуть более больших результатов. Почему? Объясняю. Когда мы строим бизнес сами, это классно. У нас есть два тренера. Один тренер это мы. Мы развиваем свой бизнес. Мы делаем статистику, мы анализируем. Но к сожалению, второй тренер всегда круче. Потому что тренер видит со стороны. То есть твой наставник, он может дать тебе взгляд на то, что ты делаешь со стороны. Вот в чем преимущество твоего наставника. В том, что он видит то, что ты не видишь ты. И он тебе может подсказать со стороны. То есть если вам это понятно, поставьте цифру 7. то есть вопросы лучше задавать, чем не задавать. Если вы вопросы не задаете, вы себя посчитали великим и ваша корыта рано или поздно роста больше давать не будет. Ну то есть остановится рост. Вот и все. Будете сидеть на том чеке, на котором сидите. Теперь что у нас осталось? У нас осталось с вами реклама. У нас с вами осталось приглашение, как работать в интернете. Правильно? То есть вот сейчас у нас с вами третий курс. Третий курс. Вы готовы сейчас его сразу услышать или вам нужен перерыв в 2 минуты? Скажите мне, пожалуйста. То есть сейчас к самому интересному переходим. Как правильно работать с холодным рынком? Реклама на земле в интернете, работа в социальных сетях, работа используя технологию роботов. Сразу, да, готовы? Хорошо. Договорились. Значит сразу, значит сразу. Но первое, что я хочу сказать. Если все это будете делать, хорошо, то до 9 марта вам надо пригласить 10 человек. Если вы до 9 марта пригласите 10 человек с пакетами, то из этих десятерых четверо хотя бы пригласят двоих, хотя бы двоих пригласят, то, ребята, вам компания даст поездку на Карибские острова. И 27 мая вы поедете на Карибы. Кто из вас хотел бы от компании поехать на Карибы? Скажите мне, пожалуйста. Есть такое желание? Вот если вы ту технологию, о которой мы сейчас говорим, начнете применять, то Карибы у вас будут. То есть Карибы у вас будут. То есть вот так. И для этого вам надо сделать вот что. Пригласить всего 10 человек до 9 марта с пакетами. Из этих десятерых четверо пригласят двоих с пакетами. Все на автошипах. И тогда у вас будет возможность поехать на Карибы от нашей компании в подарок. Выглядит это примерно вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Потому что команда смотрит на вас. Если вы там окажетесь, запишите видео, фотографии, люди увидят, что вы растете как лидер. Настоящий лидер должен путешествовать, настоящий лидер должен показывать людям пример. И дам вам видео еще. Секундочку. И дам вам видео. То есть, вот что вас должно стимулировать. Вот это поездка. Запомните, 10 человек, 5 слева, 5 справа, до 9 марта с пакетами. Из этих десятерых, четверо, должны пригласить двоих с пакетами. Все должны быть на автошипах. Что это значит? Когда вы берете пакет, то у вас, смотрите, вот сюда. Когда вы за 50 долларов зарегистрировались, вот здесь, у вас баллы не накапливаются. Вот у меня есть несколько партнеров, которые зарегистрировались на 50 долларов. Вот видите, 50 долларов, 50 долларов. Они теряют баллы. Вот 50 долларов, да, там, допустим. Вот по нулям. Вот где без пакетов, это по 50 долларов. Вот эти люди, они не накапливают баллов. Значит, они и денег не будут зарабатывать. А есть люди, кто, смотрите, взял пакеты. Пакеты дают активность на месяц. А есть, кто каждый месяц делает автошип. Видите, 51 балл, 68 баллов, 85 баллов. Так вот, если человек просто вот здесь зарегистрировался за 50 долларов, то вот эти баллы не накапливаются, они вниз пролетают. Получается дырка в ведре. Когда человек взял пакет на 200, на 400 или на 600, у него на месяц автошип, на месяц страховка. После покупки пакета у вас на месяц идет страховка, и все баллы накапливаются. То есть все вот эти баллы накапливаются, и вы за каждые 900 баллов получаете 50 долларов. Видите? Так вот, что такое автошип? Когда вы взяли пакет, когда вы взяли пакет, у вас целый месяц активность. Допустим, вы взяли, автошип у нас делается вот так. С 1 по 7, с 8 по 14, с 15 по 21, и с 22 по 30. То есть если вы 22 числа взяли пакет, то следующий автошип вам надо сделать 22 марта. Следующий. 22 апреля. Понимаете? То есть каждый месяц вы берете автошип. Это 3 вот таких упаковки. То есть это 3 упаковки, которые дают 51 балл. 3 упаковки, это 51 балл. То есть вам каждый месяц надо брать по 51 баллу. 3 упаковки брать. Это называется автошип. Если у вас автошип есть, то вы активны. Если автошипа нет, все баллы пролетают, и вы не получаете денег. Если вы хоть один месяц не взяли 3 упаковки, все баллы сгорели, и баллы не накапливаются. Кто уже берет автошип, кто из вас уже взял автошип, и взял пакет, и вы застрахованы, поставьте 10. Это самое правильное. Вот. По автошипу все понятно, да? То есть если вы купили пакет 5 числа, значит 5 числа надо делать автошип. Взяли 10, значит 10. Взяли 20, 20. Взяли 22, 22. Вот 4 недели, когда вам надо выполнить, сделать автошип, смотря в какую неделю вы зашли. Все. Это поездка от компании. Поездка также есть еще не от компании. Люди, которые будут преданы системе успехов вместе, преданы нашей компании, будут в год получать от меня 2-3 поездки в год за границу. Одна поездка будет на виллу в Таиланд, другая поездка будет на виллу в Испанию, и третья поездка будет в отель президентского класса, где отдыхает Медведев Путин, где германские президенты отдыхают, на Байкале. То есть 3 поездки для самых активных за разные действия будут также от меня. Вам нравится такое предложение? Кто больше всех будет приглашать людей на портал? У кого будет портал оплачен? Кто будет ходить на все тренинги, на все презентации? Кто будет делать определенный товарооборот? Кто будет делать статусы? Кто делать будет классы друг другу? Вот те люди будут получать дополнительные вот такие вот поездки. Здесь 50 метров море. Ну, до моря сейчас не пойдем. В общем, бесплатное будет проживание от меня, бесплатное питание, барбекю, морепродукты, экскурсии по Байкалу, экскурсии в Таиланде, экскурсии в Испанию. Но об этом мы с вами поговорим в следующем тренинге. То есть об этом обо всем. Мы с вами будем говорить в следующем тренинге. А сейчас давайте доведем наш тренинг до ума. Наш тренинг до ума сейчас доведем. И, значит, приступим сейчас вот к чему. К рекламе. То есть сейчас мы приступаем к рекламе. Как правильно рекламировать бизнес на земле и в интернете. Расскажу вам несколько методик, которые работают эффективно. Начнем с рекламы на земле и на телефоне. И потом перейдем к рекламе через портал. Но прежде чем перейти к рекламе, хочу, ребята, всех вас поздравить. Только что 10 минут назад Россия взяла золото. Золото. И с ноутборди. Я вас всех поздравляю. В общем зачете мы вышли на первое место по общим медалям. И на второе место по золотым. Но если еще возьмем в бобслей золото, еще возьмем в биатлоне золото, и тогда можем обогнать еще и норвежцев по золотым медалям. И тогда вообще первое место будет. Но время пока. Так, всех поздравили, идем далее. По рекламе. По рекламе. Смотрите. Вам надо правильно продвигать вот этот продукт. Всем надо сделать рекламу. Сделать вот такие визитки. Визитки возьмите у вашего менеджера и наставника. У меня есть такие визитки. Значит у вашего наставника должны быть такие визитки. Если у него нет, ну плохо. Если нет, попросите, я вам дам. То есть у вас должна быть визитка. Чтоб давать ее где-то в поезде, в самолете, в магазине. То есть визитка, она должна присутствовать. Далее. У вас должны быть буклеты. У вас должен быть продукт. Продукт обязательно должен быть. И у вас должна быть реклама и телефон. И еще должен быть рот и разум. И смысл, короче, такой. Вам надо сделать рекламу. Внимание. Как правильно. Скидка на любой заправке. Скидка на любой заправке до 20%. Бензин, дизель, газ. То есть вы просто берете и делаете рекламу. В газете. Скидка. Сейчас я вам напишу. В общем, просто делаете вот такую рекламу и все. Скидка на любой заправке до 20% бензин, дизель, газ и телефон. Больше ничего не надо. Делаете сзади на машину, на стекло. На транспортные компании, на службу такси. То есть в своем городе делаете на все, что двигается. Все, что по городу двигается. Нужно сделать вот такую рекламу. Не надо делать рекламу. Там уменьшает трение. Увеличивает моторесурс. Экология. Вот это все не надо. Это все лишнее. Это все отпугивает. То есть не делайте из рекламы большого слона. Реклама должна быть привлекательной, простой, доступной. И чтобы каждый человек мог это повторить. Скидка на любой заправке до 20%. Это бензин, дизель, газ. И что нужно понять? Что вот такая реклама, она дает много клиентов. Но сначала будут звонки, а потом клиенты. То есть вы сделали в газете, в журнале, на банерах. И добавили, добавили вот такой лейбл. Видите, пистолет. И написано Envira Tabs. Зеленое вождение, зеленая планета. Не надо писать компанию. Это все лишнее в рекламе. За это вы отдельно деньги платите. Глаз человека отвлекается. Ваша задача просто. Баннер это что? Это что-то должно связано с заправкой. Вот пистолет, этого достаточно. Видите? Пистолет, Envira Tabs, зеленое вождение, зеленая планета. То есть реклама должна быть простой, понятной, читабельной. Также в газете. Не надо там писать первый в мире мультивитамин. Не надо. Не надо писать катализатор. Присадка там. Уменьшает, увеличивает. Все вот это не надо. Коротко, четко по делу. Скидка на любой заправке до 10%. Бензин, дизель, газ. Телефон. Сделали. В интернете, на земле. Везде, где хотите. В группах, в социальных сетях. Не надо фотографии к этому статусу добавлять. С витамином. С бизнесом. То есть ваша цель найти в данном случае клиентов, чтобы продукт у вас покупали. Человек, который увидел рекламу. Вот такую, которую я вам дал. Вот как вы думаете, что он будет делать? Кто знает? Вот человек, который увидел, он заправляется за 40 рублей. Что в данном случае он будет делать? Вот кто мне подскажет, что человек будет делать в данном случае, который увидит эту рекламу? У него бензин 40 рублей. Вот что он будет делать? Естественно. У него появится интерес. Его ничего не отпугивает. Его ничего не отпугивает, понимаете? Ничего не отпугивает. Там нет никаких присадок, там нет никаких витаминов, там нет никаких компаний, там нет никакого бизнеса. Там просто есть, что этот человек может заправиться на Роснефть и не за 40 рублей, а за 30. Все, начинают звонить. Единственное, что вам надо выучить, то, что я вам скажу в слово в слово и все, больше ничего не надо. Звонок. Дринь, 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 дринь. Вы берете трубку. Вы дилер. Вы дилер топливной компании. Уверенность. Уверенность должна быть. Доброе время. Дилер топливной компании. Андрей, чем могу помочь? Четко, красиво, запоминайте. Добрый день. Дилер топливной компании. Андрей, чем могу помочь? Поприветствовали. Сказали, как вас зовут. И сказали о том, что можете помочь. Добрый день. Дилер топливной компании. Андрей, чем могу помочь? Я видел рекламу. По телефону. Там на бане. На заборе. В газете. А что? Как? Где скидку-то взять? Обычно они начинают заикаться. Не вы начинаете заикаться. Вам-то чего? Волноваться. Вы дилер топливной компании. Вы объявили. Но вы берете телефон свой домашний. Ну, сотовый. Давать телефон надо сотовый. Вам не надо говорить. А обычно так. Алло. Вот это не надо. Алло. То есть, если вы дали телефон, все, он у вас должен быть рабочим. И, возможно, друг звонит или еще кто-то. Но вот этого не надо. Красивый деловой разговор. Добрый день. Дилер топливной компании. Андрей. Чем могу помочь? И человек начинает заикаться, потому что он попал в топливную компанию. Он говорит. Я вот хотел поинтересоваться, как скидку получить. А правда ли это? Не важно, что он сказал. Запомните. Совершенно не важно. У вас уже следующее есть цепочка слов. Да, конечно, подскажу. Скажите, пожалуйста, на какой заправке вы заправляетесь. Какой у вас автомобиль. И какая цена у вас и какая марка топлива. То есть, да, конечно, подскажу. То есть, запомните. Человек говорит. Вот могу ли я заправляться дешевле. Вы говорите. Да, конечно, можете. Подскажите, пожалуйста, какой у вас автомобиль. На какой заправке вы заправляетесь. Каким топливом и по какой цене. Это специально вы задаете открытый вопрос, чтобы вытащить из него информацию. Чтобы вытащить информацию из него. То есть, когда вы так говорите. Он дает вам ряд слов. И вы этими словами играете с ним. Он говорит. Я заправляюсь на Роснефти. АИ-92 за 30 рублей. Машина у меня Мерседес. Или Москвич. Или Нила. Внимание. Не важно, что он сказал. На какой заправке. Не важно, по какой цене. Не важно, какой автомобиль. Ваш ответ. Ваш ответ должен быть вот такой. У вас на все, на все. Есть уже далее. Он сказал. Да, конечно. У нас на Роснефти. Такие же автомобили, как у вас. Мерседесы. Уже несколько тысяч по разным странам миром заправляются. И заправляются на Роснефти не за 30 рублей, а за 25. Вам интересно? Что вы думаете, человек скажет? Напоминаю, какой был диалог. Звонок. Дрын-дрын-дрын. Доброе время. Дилер топливной компании. Андрей, чем могу помочь? Я видел рекламу. Это правда? Да, конечно, правда. На какой заправке вы заправляетесь? Какой у вас автомобиль? И по какой цене, какой маркой? У меня Москвич заправляются на Роснефти за 30 рублей. АИ-92. Так, конечно, у нас уже несколько тысяч таких автомобилей по всему миру заправляются. На Роснефти вы будете заправляться не за 30 рублей, а за 24. Вас интересует. Что человек ответит? Да. И вот здесь вам надо уже понять. Этот человек с вашего города или этот человек с другого города. Если этот человек с другого города, вы ему говорите. У вас есть возможность выйти в интернет, мы вам дадим ссылочку. По этой ссылочке вы пройдете и там получите информацию. После этого мы с вами еще раз в интернете свяжемся и предоставим вам скидку. Если человек живет в вашем городе, вы ему говорите. Уже напрямую, понимаете? То есть, вы ему начинаете рассказывать. То есть, вы у него спросили, вам это интересно? Он говорит, да. И вы ему говорите. Значит, наша топливная компания. Обязательно скажите. Наша топливная компания на рынке для автолюбителей продает первый в мире мультивитамин, который запатентован. И вам не надо покупать никакого отдельного оборудования. Одна витаминка стоит 50 рублей. 50 рублей. И в среднем вам дает 500 рублей экономию. Потому что витаминка, вы добавляете ее в бензобак вместе с топливом, она распадается до 30 минут, происходит чистка топливной системы, формируется каталитическая пленка и все топливо сгорает в камере автомобиля. Первое. У вас защита двигателя. При продаже автомобиль дороже, детонация уменьшается, из трубы идет чистый дым. И за счет полного сгорания топлива, вы экономите 25% на каждый заправку. То есть получается, это выгодно для вас? Он говорит, да, выгодно. Он говорит, а где это купить? И вы говорите, подъезжайте там, например, в офис. Или вы говорите, когда вы готовы купить? Он говорит, сегодня, завтра. Вы говорите, например, если у вас нет офиса, вы говорите, сегодня вечером можете? Он говорит, да, могу. И возле своего дома приглашаете его в кафе. То есть, вы говорите, я буду как раз в кафе, и будьте деловым. Я в это время как раз буду в кафе, буду решать дела. В 9 вечера подъедете? Да, подъеду. И человек подъезжает, и вы ему продаете упаковку. Даете инструкцию, и потом его месяц-два ведете. То есть, подсказываете ему, как пользоваться, доводите до ума. И вы ему должны сказать, что пачка стоит 1500 рублей, а экономию она дает 15000 рублей, 500 долларов. То есть, человек должен услышать, что 1500 рублей стоит витаминка, и 500 рублей она дает, более 500. И что пачка дает экономию 500 долларов. Он отдал 1500, а вернул 15000. Вот у вас тогда клиентов будет много. Научитесь общаться, увидите свои ошибки, в общем, и так далее. Если человек говорит, а если что-то, например, я сейчас не готов, вы ему должны сказать так, а у вас есть интернет, давайте я вам пришлю смс-кать сообщение, и там вы можете дополнительно информацию по интернету посмотреть. Будет интересно, потом свяжемся. Так, по рекламе, по такой, вам понятно, как отвечать? Больше ничего другого не надо. То есть, если это понятно, переходим к интернету. И на сегодня тренинг подойдет к концу. Понятно, да? Такая реклама очень эффективна на машинах. То есть, такая реклама очень эффективна на машинах, потому что машины ездят по городу, и автолюбители цена души. Если кому непонятно, обратитесь к вашему менеджеру, они вам еще раз потом расскажут. Или в архиве посмотрите запись. Теперь переходим к интернету. Вспомним, что холодный рынок, холодный рынок, это 7 миллиардов людей. Следовательно, рынок рекламы и рынок интернет-бизнеса нужно осваивать быстрее. Чем быстрее освоите этот навык, тем быстрее будете зарабатывать и гораздо больше денег. У нас у всех с вами есть 24 часа в сутки. Что это значит? Это значит, что у нас есть плюсы и минусы. И меня мой тренер научил мыслить так, Андрей, вот все люди должны спать, все люди должны кушать, все люди должны работать, все люди должны ходить в театр, заниматься хобби, воспитывать детей, готовить кушать, мыть полы. И у них не остается времени на то, чтобы строить бизнес. Понимаешь? Я говорю, понимаю. Для этого, говорит, нужно покупать время за деньги. Есть два способа. Один вариант, это покупать людей, покупать их знания. Ну, например, директор завода покупает там тысячу сотрудников, платит им оклад 500 долларов, и они там, например, какую-то работу делают. Кто-то моет, кто-то что-то там варит и так далее. Я говорю, ну, я не люблю людей покупать. Он говорит, тогда покупай робота. Я говорю, а как его купить? Он говорит, смотри. И я говорю, для чего купить? Он говорит, когда ты купил робота, один робот заменяет 50 менеджеров. То есть тебе не надо платить миллион работникам. Я говорю, классно. Я говорю, что робот делает? Он говорит, робот рекламу делает, робот регистрирует людей, робот обучает людей, и ты также обучаешься. Ты, говорит, спишь, робот работает. Ты кушаешь, робот работает. Я говорю, классно. Говорю, что надо сделать? Он говорит, смотри, заходи вот здесь в систему успехов вместе. Жми оплата офиса и покупай робота. На месяц робот стоит 10 долларов. На год стоит робот 80 долларов. Со скидкой получается 6 долларов в месяц. Бери, говорит, на длительное время. Я говорю, почему? Ну, говорит, на месяц это, говорит, поиграться. Ты, говорит, пришел в бизнес, в интернет. Пока ты этому научишься, пока ты начнешь правильно делать статусы, пока ты начнешь правильно приглашать. Зачем тебе тратить деньги на месяц, если можно купить на полгода или на год? Я купил на год. Ну, мне так выгодно. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, я пришел зарабатывать деньги в интернете. Я не пришел быть наблюдателем. Ну, то есть, я пришел сюда не поиграться. Я пришел сюда для того, чтобы заработать. Поэтому я взял так, как он сказал. Естественно, если вы пришли на длительную основу, вам на месяц смысла брать нет. Интернет-бизнес, он будет работать год, 5 лет, 10 лет, 20 лет. Ну, то есть, робот будет работать на вас все время, пока он у вас есть. И он еще передается по наследству вашим детям. Классно, нет? Ну, то есть, робот, он собирает базу. То есть, если у вас робот не оплачен хотя бы один день, то он этот день не собирает базу, не собирает людей. Ну, то есть, если у вас робот не оплачен 10 лет, 10 дней, 30 дней, вы потеряли очень много. Поэтому я оплачиваю робота всегда. У меня нет ни одного дня, когда он просрочен. И он всегда пашет на меня. В любое время года. Я вам сейчас это продемонстрирую. Смотрите. Вчера было 21 число. Кто из вас знает, в какой вчерашней стране был? Вот сегодня я нахожусь в Таиланде. А вчера я целые сутки был в другой стране. Кто знает, в какой стране я был? Целый день я не работал в интернете. С этим все согласны? Меня целый день не было, целые сутки. То есть, я путешествовал в другой стране. Там, наслаждался, путешествовал. Ну, давайте зайдем. Вот, например, контакт. Видите? И вот фотографии с другой страны. Видите? 21 число. Вот я в другой стране. Вот дьюти-фри. Видите? Вот, например, другая фотография. Правильно. Я вчера был в Бирме. Я вчера был в Бирме. Кто следит, это хорошо. Кто следит за своим наставником, у вас будет большое будущее. И вот я вчера был в Бирме. И вот вы видите фотографии, да? Я целые сутки не работал. Но робот на меня работал. Я, значит, создал рекламу. С утра я поехал в Бирму. И создал рекламу. Вот одна реклама, вот вторая реклама. Видите? Две рекламы сделал. С утра. В Фейсбуке и в Одноклассниках. То есть, сутки меня не было. И поехал. И приехал, и смотрю, что сделал робот. А робот мне дает статистику. Смотрите. Вот здесь есть кнопка приглашенной, есть посещаемость. И мне робот показывает. Вчера 345 человек было на презентации короткой. И вот здесь есть приглашенные люди, которые зарегистрировались. 21 числа считаем. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек зарегистрировалось 21 числа, когда я был за границей. Вот кто из вас реально хотел бы научиться правильно применять робота, и чтобы он на вас пахал с утра до вечера? Потому что многие работают неправильно. Я смотрю, они делают не то, что надо. Честно. Они недопонимают робота. Они неправильно делают статусы, они неправильно делают комментарии, они неправильно, как бы, не всегда оплачивают робота. То есть нестабильно. Делают статусы не так часто, там, и разные вещи. И вот смотрите, робот, восемь человек зарегистрировал. Вчера у меня зарегистрировалась Анна. Анна сегодня находится на тренинге. Анна оплатила робота, видите? Анна оплатила компанию Green Food Global. И сегодня после тренинга, она находится на тренинге, Анна, может быть, закажет пакет с продуктом. С продуктом. Вот так работает робот. Робот обучает людей, Анна сейчас обучается. Вот мы сейчас видим, Максим находится на встрече с Подольска. Посетил конференцию, нажал кнопку «Начать бизнес», заказал товар. Я являюсь менеджером у Максима. Возможно, Максим начнет бизнес, я ему помогу. Он заработает денег, мне компания начислит проценты. Суть робота понятна. Суть робота – заработать не за месяц. Суть робота – создать базу за год за 5 лет и направить эту базу в правильное русло. И теперь смотрите, смотрим рейтинг. Что мы здесь видим? Вот здесь мы видим, что робот у меня за год, видите, за год, тысячу-десять человек зарегистрировал. А я первых полгода вообще роботом не умел пользоваться. Я первых полгода не умел роботом пользоваться. У меня основные регистрации только сейчас идут. Первое время я только учился. Основная часть клиентов только сейчас идет. То есть первых полгода у меня не было столько много клиентов. Это сейчас он у меня штопает по 10 человек в день. Когда один, когда 10, когда пять, когда 10, когда один. Первых полгода у меня ничего не получалось. Я не знал, как настроить, как сделать. Это сейчас? Сейчас пришло все, со временем. Статистика, понимание, действия. И вот суть робота, видите, он показывает, кто на презентации, кто на тренинге, кто нажал кнопку. Вот их почта, вот их телефон, вот их скайп. Я могу с каждым человеком поговорить, пообщаться. Робот их может сам направить. Робот им может на почту письмо прислать, новости может им прислать. Робот, понимаете, в чем преимущество робота? Что он их всех направляет. Вот эти люди берут пакеты. И вот здесь есть вторая страница, видите? На второй странице есть люди. Вот человек купил пакет, компания мне начислила 150 долларов. Вот человек купил пакет, компания мне начислила 150 долларов. Вот человек купил пакет, компания мне начислила 150 долларов. Вот человек купил пакет, компания мне начислила 50 долларов. То есть робот, что он делает? Он продвигает ваш бизнес и на земле, и в интернете. Вот человек купил пакет, 150 долларов мне начислить. То есть, понятна суть робота? Суть робота это не на один день, это не на месяц. Это база, которая собирается годами. Эта база передается по наследству. Чем больше людей в базе, тем больше ценность вашего робота. Один подписчик сейчас стоит, нормальный подписчик стоит 100 рублей. Настоящий подписчик. Здесь вообще вы видите тысячу подписчиков. Есть подписчики, которые стоят 150 рублей, есть подписчики, которые стоят 500 рублей. Ваш робот может вообще сетевика подписать, лидера крупной компании. Так этот подписчик будет стоить 50 тысяч рублей. Но примерно 100 рублей стоит подписчик. 100 рублей подписчик умножаем на 1010 человек. Какая это сумма? То есть, за год, получается, на 100 тысяч робот собрал подписчиков. Но вы-то робота купили за 80 долларов на год. То есть, вы 100 тысяч-то не платили. То есть, робот вам собрал людей. Понимаете, робот собрал людей. Эти люди остались за вами на всю жизнь. Они закреплены там. Они передаются по наследству. Они в любой бизнес передаются. Робот им отсылает новости. Люди регистрируются под вас. Они обучаются. Люди покупают услуги. Робот вам платит проценты. То есть, если вы сейчас базу не накапливаете, это большая ошибка. Моя цель собрать в первой линии 50 тысяч подписчиков. Моя цель не тысячу. Первых полгода у меня было мало подписчиков. Сейчас у меня подписчиков больше. Сейчас уже тысяча десять. А сейчас новая версия будет робота. В марте, в апреле выйдет новая версия робота. И там подписчиков будет гораздо больше. Гораздо больше. Там новая технология, которая позволит, в общем, подписчиков, как горячие пирожки, понимаете, продавать. Вот смотрите. У меня зашло за прошлый месяц 10 тысяч человек. Видите? А зарегистрировалось-то не 10 тысяч человек. А вот новая версия из 10 тысяч у вас сразу же 10 тысяч будут попадать в систему. И тысяча точно будет регистрироваться. Ну, то есть, пройдет время, что робот сделает так, что у вас база будет гораздо больше. Это, и Лена, и Игорь, это будут в новых версиях все это будет делаться. Ждите новую версию, он постоянно модернизируется. Робот модернизируется, модернизируется ваш бизнес. В общем, кто сейчас не настраивает робота, он редиска. Он себя как бы не уважает, он просто себя не ценит. Если у него не оплачен робот, если он не учит его, не делает статусы, то новый робот потом, когда он зафункционирует, не даст таких больших денег, которые вы можете получить. И вот меня не было, да? Люди появились. Почему? Потому что я даю правильную рекламу. Я знаю, как давать рекламу. Я знаю, где давать рекламу. И у меня есть Ютуб, Ютуб, у меня есть Контакт, у меня есть Одноклассники. Я сейчас захожу с вами, вот я ВКонтакте. Теперь я захожу в Фейсбук и учу вас правильно работать роботом. И подсказки вам даю разные. И показываю ошибки партнеров. Почему у кого-то робот малоэффективен. Сейчас мы заходим. Так, первое. Я вам даю ролик, как настроить робота. Первое я даю вам, значит, робота, как настроить ссылочку. Смотрим. Вот ссылка, как оплатить робота и как его настроить. Вот первый ролик, это длинный. Сейчас дам второй. И вот второй ролик. Далее, что я вам дам. Вот здесь есть разные тренинги полезные для вашего развития. Я вам дам канал на Ютубе, чтобы вы получали тренинги. Сюда я заливаю разные тренинги, которые будут помогать вам. Вот истории, видите. Вот этот портал поможет вам. Любой тренинг, любой ролик вы можете скачать себе. И поставить на канал. Вот здесь вы можете, это официально разрешено, брать на этом канале для себя хоть что. Любые ролики скачивать по бизнесу, истории наших людей и так далее. Теперь иду далее. Смотрите. Интернет-бизнес, интернет-бизнес это большая помойка. Там есть нормальные люди, есть ненормальные люди. И нужно правильно уметь работать. Объясняю смысл, как правильно делается бизнес, как правильно делается работа. Работа. Смотрите. Первое. Нужно делать статусы с рекламой. Статусы нужно делать. Основная ошибка партнеров, я заметил. Основная ошибка партнеров. Это то, что партнеры делают статусы или раз в месяц, или раз в неделю, или раз в день. Это самая большая ошибка партнеров. Они думают как, что сделал статус рекламный, и статус все время показывается в ленте. Это ошибка. Статус в ленте показывается один раз. То есть, если вы один раз сделали статус, то он всего один раз показывается в ленте у друзей. Кто меня понял, поставьте 8. То есть, основная ошибка людей, что они делают рекламу один раз в неделю, один раз в месяц, или один раз в день. Но тогда и показывается у ваших друзей всего один раз. Вот смотрите. Я захожу, например, в Одноклассники. Вот мой партнер. Я вам просто покажу, чтобы вы понимали. Владимир, да? Вот смотрите. Первый его статус. Первый его статус. Статус был вот здесь, например, смотрите. 3 января. И вот ссылка на робот. Видите, вот ссылка. Потом он сделал еще один статус. 27 января. А потом, потом, есть такая кнопка, вот здесь, в заметках, у вас. То есть, получается, он за месяц сделал два статуса. Но он просто не знал, как бы, об этом. И он что делал? Он заходил к себе, вот сюда, в заметки. Он заходил сюда, в заметки. Он нажимал у себя вот здесь, в заметки. И вниз вот здесь спускался. Вниз спускался. И брал вот этот статус. И ставил поставить статус. И у него получалось, что старый статус появлялся заново, понимаете? Вот здесь. Короче, старый статус, если вы меняете, снизу вверх в заметках поднимаете. В ленте он не появляется. В ленте не появляется старый статус. Вам понятно, о чем я говорю? То есть, это ошибка. Если вы сделали статус, например, два раза. И потом просто его меняете. Ставите старую дату. То он не появляется вновь и вновь в ленте. Далее. Если я нажал класс. Владимиру. Видите, я нажал класс. Вот у него был ролик. 3 января. Я ему нажал класс. Я ему больше не могу поставить класс. То есть, если он каждый день не делает статус, то я ему больше не могу поставить класс. Теперь понимаете, чем я говорю? То есть, он ждет классов, но я ему не могу нажать класс, потому что статус-то все время старый. Только на новый статус можно поставить класс. И только новый статус появляется в ленте. Один раз. И вот смотрите, я захожу и вам показываю вот сюда, как быстро пролетают статусы. Посмотрите. Деньги. Деньги. Интернет. Интернет плюс ноутбук равно 5000 долларов в месяц. Плюс путешествия по миру. Пройди обучение на портале. И даю робота. Видите? Даю робота. И даю вот сюда робота. То есть, я делаю рекламу. Рекламу. Далее что? Вот здесь добавляю фотографию. Вот здесь стрелочку убирайте всегда. Ждем сейчас. И ставлю фотографию связанную. Смотрите с чем. С интернетом и с ноутбуком. Внимание. Если вы делаете рекламу, то реклама должна соответствовать. На картинке должен быть тогда интернет, ну, ноутбук, понимаете? И что-то про деньги. Вот я сделал рекламу, жму поделиться. Видите? Поделиться. И мои друзья видят статус про деньги и ноутбук. Это правильно. Но когда вы говорите, например, делайте статус интернет плюс ноутбук. И сюда добавляете инвайротепс, катализатор, экономия топлива. Это перебор. То есть, нельзя статусы смешивать. Статусы нельзя смешивать. То есть, нельзя салат из морепродуктов туда добавить еще мясо, селедки, тыквы туда добавить. Семечек там. То есть, нельзя делать из салата чудовище. То есть, статус должен быть правильный. Поэтому не у всех так много клиентов на роботе. Потому что, ну, все подряд это неправильно. Кто понял, о чем я сейчас сказал? Далее, я сделал рекламу. Видите? Вот она реклама. А теперь показываю вам, что такое лента. То есть, я вам показываю, что такое лента. Захожу вот сюда. Кто-то там про пельмени пошутил. Кто там из вице-президентов про пельмени пошутил? Друзья, а теперь захожу в Одноклассники, к себе. И смотрю ленту. Вот лента, да? Смотрите. Вот она лента. Видите? Вот если я сделал рекламу на другом логине, то у меня два логина. Видите? То, друзья, в данном случае я друг, увидел вот рекламу. Видите? Она появилась. Новая реклама. Вот она. Я жму класс этому человеку. Видите? Потому что она появилась у меня в ленте. А теперь смотрите. Пройдет ровно пять минут. Пять минут. И этой рекламы уже не будет в интернете. Если человек делает один раз в месяц, один раз в неделю или один раз в день, он просто не понимает, что его реклама неэффективна. У него никогда клиентов много не будет. То есть, у него никогда не будет много клиентов. Потому что статусы быстро пролетают. И я лично стараюсь делать статусы. Утром, днем, вечером и ночью. Желательно делать утром, днем, вечером и ночью. Четыре раза в день, ну в сутки. И желательно делать по три-пять статусов, совершенно разных за один раз. По интернет-бизнесу, по топливному бизнесу, путешествия, скидка на топливо. То есть, желательно, история человека. Желательно за один раз сделать три-пять разные рекламы на разные темы, с разными картинками. И делать желательно четыре раза в сутки. Тогда будет бизнес. Тогда будет много заходов. Теперь смотрите. Захожу в Одноклассники. Видите? А вы видите, что уже нету здесь рекламы. Заметили? То есть, реклама-то уже вниз пробежала. Вот она она. Смотрите, жму обновить. Жму обновить. Это сегодня еще суббота. Сегодня еще не так много людей в интернете. Делаю обновление. Делаю обновление. Ждем с вами. И смотрим, где реклама, которую создал наш друг. То есть, вот две минуты назад была создана реклама вот здесь. Заходим к себе на логин и смотрим. Реклама друга, где она сейчас. Вниз опускаюсь. Нету. 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 Нет. 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 Опять нет. Идем ниже. Идем ниже. Идем ниже. Что мы видим? Реклама-то пропала, да? Две минуты прошло, а рекламы в ленте нет. Все. Пробежала. Видите? Кто понял, о чем я теперь говорил? Кто осознал свои ошибки? Кто осознал свою ошибку, поставьте один. Кто понял, о чем я говорю, поставьте 10. Кто понял, о чем я говорю, поставьте 10. Смотрите, сколько уже другой рекламы. Видите? То есть вот так быстро, вот так быстро пробегает реклама. То есть вам понятен смысл, что прошло 2 минуты, а рекламы-то уже нет. А если вы делаете один раз в месяц, и вы ждете, что вам робот приведет людей, то как же вы себя обманываете? То есть вы просто себя обманываете? Поэтому рекламу надо делать примерно 4 раза в сутки. утром, днем, вечером и ночью с промежутками по времени. И желательно за раз делать от 2 до 5 разных реклам, ну допустим, по 5 минут. Кому из вас этот тренинг сейчас оказался полезным? Далее еще будет интереснее. Я сейчас расскажу такие фишки, которые просто феноменальны. Просто феноменальны. Теперь смотрите, в чем еще ошибка людей? Многие люди, многие люди... Ну так, первое. Я вам рассказал, да, вот на примере Владимира, что его клиенты рекламы не видят. То есть он сделал один раз в месяц, один раз в месяц, а тут за 2 минуты пролетела реклама. Поэтому ваши друзья и их друзья вашу рекламу практически не заменят. Поэтому нужно чаще делать, тогда будет больше классов, тогда чаще люди увидят рекламу. Далее. Нужно ставить классы друг к другу. Вот видите, я увидел рекламу, я нажал класс, видите? Внимание! Как правильно жать классы? Надо жать всем людям, кто делает рекламу. Увидели, что человек сделал рекламу с ссылкой. Помогите ему бизнес развить. Нажмите класс. Но нажали класс, следующая реклама, видите, идет. Я уже не жму сюда класс. Нельзя 2 раза подряд жать классы на рекламу. Когда один раз нажали класс, то далее надо нажать класс не на рекламу, а на красивые картинки. Раз. Спускаемся дальше. Два. Смотрите, видите? Три. То есть сначала я нажимаю на красивые картинки. Четыре. Пять. Теперь я увидел рекламу, видите? Жму класс. Реклама с нашей ссылкой. Далее. Опять жму красивые картинки. Класс. Жму класс. Поднимаюсь вверх. И вот здесь у человека, у человека, я видел рекламу, видите? И я что делаю ему? Жму класс. Видите? Потом дальше ниже опускаюсь. Опять жму на красивые картинки. То есть у вас должна быть лента красивая. То есть красивая. Теперь заходим ко мне на страницу. Смотрите. С другого аккаунта. И смотрите, как выглядит то, что я делаю. Я не являюсь спамером. Я не являюсь спамером. У меня статус раз. Видите? Красивые картинки. Одна рекламка. Красивые картинки. Видите? Одна рекламка. Красивые картинки. Одна рекламка. Кто понял то, что я сейчас сказал, поставьте 10. То есть кто понял, что я сейчас вам объяснил? Если классы друг другу ставить не будете, посещаемость вашего портала будет в 10 раз меньше через полгода. То есть если вы классы друг другу ставить не будете, посещение портала будет меньше через полгода в 10 раз. Далее. Все время классы тоже жать не надо. Помимо классов, нужно ходить на презентации, ходить на тренинги, продавать продукт, записывать ролики для ютуба, приглашать людей на презентации. Кто меня сейчас услышал, что наша работа не только классы. То есть мы не только должны классы ставить, мы еще должны продавать продукт, приглашать людей по телефону, по скайпу, в личке, приглашать сетевиков, консультироваться у наставника, смотреть тренинги, записывать ролики. То есть тупо жать только классы, это по тупому. Если не жать классы, это тоже по тупому. То есть если ты классы не жмешь, то ты тоже по тупому поступаешь, потому что ты не раскручиваешь общий бренд, команды, компании и системы. И у тебя заходов через полгода в год будет меньше в 10 раз, чем у тех людей, кто жмет класс. А скоро будет новый робот, который будет вот так все, шуп, шуп, люди будут заходить очень много и быстро. Поэтому вы должны понимать, что иногда нужно еще помимо классов презентации проводить. Иногда нужно запуски делать, консультировать, продавать, записывать ролики. Далее. Теперь смотрите, как правильно давать рекламу. Заходим. Ну, во-первых, вы можете подружиться с вашим менеджером и наставником в Одноклассниках. Вот все мои партнеры, они подписываются ко мне, значит, в Одноклассники, Facebook, ВКонтакте. Я, когда делаю статус, то мои друзья видят, почему все ко мне подписываются. Потому что они сюда подписываются, когда я делаю статус, то они видят, что я создал. То есть они увидели, что я создал, и у них гораздо быстрее есть возможность создать новый статус. Они у меня копируют, вставляют себе фотографию и все. Друг другу нажали классы и бизнес поддержали. Поэтому добавляйтесь к своему менеджеру и к наставнику, к друзья в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе. Друг друга поддерживайте, друг другу комментируйте, и ваш бизнес будет развиваться. Также можете меня добавить в Одноклассниках, ВКонтакте, ВКонтакте. Взять у меня статусы, вот можете. Вот у меня в Однокласснике множество статусов готов. Заходите, копируйте и делайте у себя статусы. Вот. Только, еще раз говорю, вам надо нажать кнопку менеджер вот здесь, кнопку менеджер, и связаться с вашим менеджером. Статусы вы будете брать у меня, а работать вы будете со своим менеджером. То есть все вопросы будете задавать вашему менеджеру. Моим ко мне задают, вы своему задаете. То есть понятно, да? Вот. Теперь смотрите. Я вам даю вот статусы в Одноклассниках. Вот я вам даю в Ютубе поддержку. Ролики разные. Можете скачать их себе. Вот я вам показываю совершенно новую сеть. И рекомендую срочно зарегистрироваться в Инстаграме. Инстаграм это бизнес будущего. Инстаграм и Ютуб. Запомните, вот Ютуб выглядит так, а Инстаграм выглядит вот так. Инстаграм и Ютуб это будущее 2015 года. Самые большие деньги даст Инстаграм, Ютуб. И помимо этого портал Успех Мести выглядит вот так. Далее. Социальные сети. Одноклассники я вам дал. Фейсбук, пожалуйста. И сейчас я сделаю новые статусы. Скопируйте статусы. Скопируйте статусы. Скопируйте статусы и сделайте как у меня, только со своими ссылками. Вы должны своего робота ставить. Теперь смотрите. Вот я вам дал ссылочки, с ними поработайте. Что я хочу вам сейчас показать. Сейчас я закрываю Инстаграм. Чтоб этого не мешало. И делаю им сейчас статусы. Вот я захожу. Вот у меня есть реклама. Видите? Я ее копирую. Она у меня уже готовая. У меня есть 10 разных статусов. Захожу в Одноклассники, в Фейсбук, ВКонтакт. Вот сюда вставить жму. Видите? Жму в Фейсбук вставить. Жму в Одноклассники сейчас вставить. То есть я готовый статус вставляю. Что очень удобно. Идет грузиться. Значит, ВКонтакте подгружается. Сюда. Также жму вставить. Видите? И жму в Одноклассниках, видите, поделиться. Все. У меня реклама готова. Здесь в комментарии также жму. А, я фотографию не добавил. Сейчас сделаю по-другому. Вот этот статус уберу. Еще надо фотографию добавить. Смотрите. Добавляю вот сюда в Одноклассниках. Вот здесь берете фотографию. Я, если говорю про скидку, у меня только заправка стоит. У меня нет здесь продукта. Заметьте. То есть я делаю одну картинку. Скидка здесь, скидка здесь. Нету другого. Нету активатора горения. Жму поделиться. Все. Реклама готова. Видите? И вот заправка. Опять неправильно сделал. Потому что лучше добавить было две картинки вот сюда. Чтобы одна вторая встала. Ну ладно. Пусть будет так. Жму встать. Далее. Добавляю в Facebook. Интернет маленько тормозит. Сейчас будет самое интересное. Вот. В контакт. Жму отправить. Здесь жму нравится. Facebook. В общем, если у вас интернет будет быстрый, я сейчас вещание делаю, это будет все быстрее делаться. И у меня создана реклама. В Одноклассниках 3000 друзей увидели. В ВКонтакте увидели. В Фейсбуке увидели. Вот я сейчас Facebook обновил. Жму опубликовать. В Фейсбуке также жмете вот здесь кнопку нравится. Реклама готова. Люди что жмут. Внимание, ребята. Вот сейчас я хочу показать ошибку этой же рекламы. Смотрите. Вот я захожу сейчас, например, к своим партнерам. И хочу вам показать рекламу эту же, но с большой ошибкой. Мне надо просто найти ее. Вот смотрите. Вот видите. Вот видите, такая же реклама, да? Подобная. Подобная. Но уже неправильно. Видите? Стоит 25% денег, топливо, загрязнение. Стоит продукт инвайра ТЭПС. Вот упаковка стоит. Видите? То есть никакой интриги нет здесь. Здесь человек сам себя раскрыл. То есть он показал уже все. И человеку уже неинтересно дальше идти. Кому понятно? Мой пример. То есть смотрите, моя реклама. То есть вот это не моя реклама, а вот это моя. Где интереснее автолюбителю? Вот здесь человек видит ролик какой-то. Написана скидка на любой заправке до 20%. И чисто, чисто заправка. Все. И цены. А здесь все подряд. Смотрите. Заправка, дым, экология, продукт, активатор горения. Какая-то присадка. То есть 99% людей будут отпуганы такой рекламой. То есть 99% людей просто испугаются. А они подумают, о, какая-то присадка, двигатель сгорит. То есть у них не будет желания попасть к вам в рог, прийти к вам на презентацию через робот. Вы им все рассказали. Вы им уже в рекламе все рассказали. И вы все показали, как есть. Зачем им задавать вопросы, если вы в рекламе уже все показали. Кто понял, о чем я сейчас сказал? То есть такой рекламой вы все показали, никакой интриги нет. Смотрите, какая реклама у меня. Вот я сделал рекламу. Человек ее увидел. Заправка, скидка. Далее. Я вот здесь настроил робота. Оплатил. Зашел в профиль. Выбрал фотографию. Уровень. Все. Немного о себе. Название. Это логин в компании. Здесь название робота. Это не электронная почта. Это короткое слово или фамилия. Здесь ссылки. Обязательно через пробел. Большой пробел. Зазор должен быть. Видео в YouTube. Сохранить. Все. У меня робот активирован. Захожу в настройки. 11 роботов. Напротив каждого убираю ролик. Ролик номер 7. Называется скидка. Делаю рекламу. Ставлю робот номер 7. Видите? Робот номер 7. Открываю. Что человек видит? Сейчас вы будете удивлены. Здесь он видит. Смотрите. Здесь он видит рекламу. Скидка. Ссылка. Открывается. Смотрите в чем фишка. Я веду человека по одному коридору. То есть даю ролик. Скидка. Заправка. Скидка. Нигде про бизнес нет речи. Про скидка. Человек нажал на робота. И открылся робот. И что мы здесь видим? Внимание. Опять ни про какой продукт. Течи нет. Опять интрига. Нужно нажать. Зайти войти. Потому что человек ответ то не получил. УСИИ. ПОТИННАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Привет Липецку, привет всем моим друзьям. Сегодня Ferrari и Envaro Tabs. Экономим топливо до 30%, большая экология и хороший бизнес. Ребята, кто понял о чем я говорю? И то есть интрига осталась. Человек так и ничего и не понял. И ему приходится нажать кнопку войти. Ему приходится нажать кнопку войти. И ему приходится оставить данные. И ему приходится потом прийти на презентацию, зайти вот сюда и послушать полный курс не от вас, а от спикера. Кто из вас, ребята, осознал свои ошибки, когда вы делаете рекламу? Причем, когда вы делаете рекламу, это касается именно и по интернет-бизнесу, и по скидке, и по топливному бизнесу. То есть везде нужно грамотно вести. Если это топливный бизнес, и там вы заявляете про топливный, значит ролик топливный. Если это скидка, скидка. Если это интернет-бизнес, интернет-бизнес. Если это обучение, то ролик с обучением. Если это система, то это ролик с системой. Да, конечно, этот тренинг будет в записи в архиве. После оплаты робота у вас появится 500 тренингов в архиве. Но понимаете суть рекламы? То есть яму можно копать ложкой, а можно экскаватором. Вот и вся разница, что кто-то делает профессионально, а кто-то делает не всегда профессионально. Но тренинги, они для того и даны, чтобы учиться. То есть тренинги, они сделаны для того, чтобы человек обучался. Понимаете? Идеальных людей не бывает. Я только через полгода начинаю это понимать. Я только сейчас учусь некоторым моментом. Только сейчас. Далее. Еще какие вам подсказки? Еще дать вам подсказки? Вот я сделал статусы. Смотрите. Одноклассники. Facebook. Смотрите, ребята. Сейчас я покажу. Вот я сделал статус «Контакт», «Фейсбук», «Одноклассники». То есть вот я вам показываю, какие рекламы неправильно. Понимаете? То есть вы стараетесь интригу оставлять, чтобы была интрига. Вот здесь нормально, видите? Внимание, формируй новую команду. Вот ссылка, все. Ничего не рассказывается. Человеку надо нажать. Человеку интрига, ему не дали все. Надо нажать. «Впервые интернет плюс ноутбук полный курс. Регистрация началась. Убедитесь, что все ваши друзья будут на этой встрече». Тоже, в принципе, нормальная реклама. Ничего больше не говорится. Здесь нормальная реклама. То есть речь идет о том, что старайтесь делать правильно. Это правильная реклама. Поэтому измените определенные действия. Также смотрите статистику. Смотрите статистику и смотрите, что работает, а что нет. Сейчас я сделаю бомбу. Вот смотрите. Бомбу я сейчас сделаю. Вот у меня в заметках иногда, иногда нужно делать не просто рекламу, а иногда, то есть ваша страница не должна быть как порнография, понимаете? Она должна быть вот такой разносторонней. Ну, чтобы у вас были вот разные картинки, не только бизнес. Поэтому иногда я делаю вот так. Смотрите. Что я сейчас сделаю? Яндекс помогает вам найти красивые фотографии. Например, смотрите. Фото красивых мест на земле. Вот так вот берете. В Яндексе пишите. Фото красивых мест на земле. Картинки, они иногда больше вам дают. Смотрите, видите какие красивые картинки? Вот открываете картинки. Вот здесь вот найдено миллион картинок. Открываете. И на рабочий стол начинаете копировать картинки, которые вам понравились. Берете, например, вот так вот, правой кнопкой на картинку, сохранить изображение как? Правой кнопкой на картинку, сохранить изображение как? Смотрите. Сейчас на рабочий стол установим. И на рабочий стол вот эту фотографию, здесь можете подписать там, что хотите. Сохранили. Теперь смотрите, я захожу в Одноклассники. И вот здесь добавляю не рекламу, а беру. Друзья, правда красиво? Как вам? Добавляете сюда робота. То есть не обязательно робота добавлять на бизнес, понимаете, все время. И добавляете, например, цифра 2, это у меня система успех в месте. И сюда берете фотографию. И вот я добавил, смотрите, что. Копирую так же. Жму поделиться. И отправляю ее в Одноклассники. Видите? Как красиво. И жму вот сюда комментировать. Добавить. Далее захожу. Вот здесь вот есть фото. Фото. Все фотографии, которые вы добавляете, они хранятся в папке разное. Заходите в папку разное. Также добавляете комментарии к этой фотографии. Потом открываете эту фотографию. Фотографию эту открываете. Вот здесь нажимаете на нее вот так. И вот здесь добавите описание, добавляете этот же текст. Видите? И ссылка есть вот здесь. Люди, которые будут шать класс на фотографию, это будет как вирус передаваться, и вот эта ссылка будет. И смотрите, что происходит. Захожу в другой аккаунт. Видите? Захожу в другой аккаунт, и я вижу, видите, реклама появилась. В другом аккаунте. И человеку понравилось, он жмет класс. И ваша реклама, как вирус, пошла по интернету. Кому вот этот урок, который я сейчас показал, полезен? И вы таких картинок можете в день делать 10 разных, 20 разных, на разные темы. То есть, вы можете делать про замки, про космос, про природу. Теперь иду далее. Смотрите, захожу сюда же и пишу, смотрите, фото красивых животных. Смотрите. Пишу, фото красивых животных. И жму найти в Яндексе. Видите, Яндекс. Вот животные нашлись. Выбираю фотографию таким же образом. Вот, например, вот этого льва. Жму вот так вот, смотрите. Сохранить правой кнопкой, потом сохранить изображение как? И на рабочий стол. И так я делаю в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Сохраняю. Потом захожу вот сюда, в Одноклассники. В Одноклассники. И уже делаю другой статус. И вот здесь пишу, смотрите. Первый раз вижу такого льва. А вы. И жму фотографию. Добавляю. Грузится. Добавляю фотографию. И вот здесь вот опять даю ссылку на робота. И опять ставлюсь на систему. Видите? Опять копирую текст. Стрелочки здесь все убираете. Зеленые стрелки надо вот здесь убирать. Жму поделиться. И вот так вот первый раз вижу такого льва. А вы. И жму вот здесь комментарий. Добавить. Теперь что? Захожу с другого аккаунта. Смотрю. Ленту. И здесь сейчас появится уже лев. Видите, лев. И жму класс льву. Так вот. К чему я это все? Почему я делаю разную рекламу? Потому что ссылка на топливный бизнес, ссылка на топливный бизнес привлекает внимание 1%. Ссылка на интернет бизнес 5%. Ссылка на животных 7%. Ссылка на романтику 8%. То есть нужно быть разносторонним. Разные статусы про бизнес. Разные статусы про животных. Поздравление с 23 февралем. Ждите от меня. Скоро я сделаю поздравление с 23 февралем. Загружу в успех вместе ролик с 23 февралем. И поздравлю всех с 23 февралем. То есть фишка должна вот с чем быть. Понимаете? Чтоб все правильно у вас двигалось. И теперь смотрите. Сейчас я вам сделаю вообще один ролик бомбовый. Смотрите. Есть такое понятие психологические дни. Завтра будет психологический день 23 февраля. И статус с 23 февралем 100% наберет больше классов, чем топливный бизнес. Чем интернет бизнес. Понимаете, к чему я говорю? То есть это психологический день, когда все друг другу жмут. А, поздравляю. Новый год. А, Валентиновый день. 8 марта. Люди как сдурели и начинают друг другу жать. Еще психологический день бывает какой. Там война в Америке. Там доллар рушится. То есть землетрясение там. Не дай бог, конечно, такое. Метеорит. Помните, метеорит был? То есть если вы поставите в этот день, когда метеорит упал, метеорит, то классов там будет очень много. Очень много будет классов. Сейчас я вам поставлю психологический статус. Смотрите. И у меня страничка выглядит не как мусорное ведро. Она красивая, она презентабельна. Люди тянутся, люди хотят работать. Люди хотят работать с профессионалами. На ваш взгляд, то, что сейчас я вам показываю, отличается от вашей страницы? То есть есть какое-то отличие? То есть есть какая-то разница? То есть... Вот вы хотите, чтобы у вас была красивая картина или какая попала? Теперь смотрите, психологический статус делаю. Психологический статус. Я, конечно, хитрец. И делаю все правильно. Сейчас идет Олимпиада. У нас есть гордость. Я знаю, где брать статусы, где брать фотографии, где брать тексты. То есть все можно делать в этой жизни по-мудрому, а не по-тупому. Я захожу и делаю вот что. Олимпиада. Олимпиада. И у нас золото. У нас золото, понимаете? Второе. И я вот сюда добавляю. Двухкратный Олимпийский чемпион Сочи. We can go! Гордость России! Браво! Ребята! Аплодисменты! Классами! Аплодисменты! Аплодисменты! Жмем класс! И вот здесь ссылочка. Http. Можно вот так еще написать. История успеха. История успеха. И здесь Http. Двоеточие. И опять на систему. На робота. И я даю ролик робота. То есть я даю специально робота, чтобы разностороннее было, чтобы не повторялось. Понимаете? То есть, чтобы не было понятно, чем мы занимаемся. Здесь я беру его фотографию. Вот красивая фотография. И вот этого достаточно. И смотрите, что я делаю. Беру опять, копирую эту фотографию. На рабочий стол. Далее. Эмоции. Надо эмоции. Люди любят эмоции. Понимаете? Вот эмоции. Вот в этой фотографии эмоции. Когда эмоции есть, больше классов. То есть старайтесь фотки ставить здесь эмоции. Где человек чему-то радуется там. Люди любят вот это все. Все. Жму сохранить. Захожу в одноклассники. И добавляю фотографии. Добавляю фотографии. Жму поделиться. Вот сюда жму комментарии. И все. И все. Захожу со второго аккаунта. Со второго аккаунта захожу. Жму класс. И пошел вирус по интернету. Понимаете? Все. Нажал класс. И смотрите. Жму заметки. Заметки. И например я сделал в свое время. Вот видите. Здесь уже 5 классов. Здесь 8. То есть я только поставил. А вот здесь смотрите. Вот кореец. Я поставил сегодня ночью. 156 классов. 198. И вот уже смотрите. Аделина Сотникова. 4 с половиной тысячи классов. 4 с половиной тысячи. А по бизнесу всего 45 классов. Видите? 45, 43. То есть по бизнесу 40, 45 классов. Это и то мы друг другу жмем. А именно по таким картинкам гораздо больше классов. Кому из вас полезен такой тренинг, ребята? Вы сегодня ценную информацию получили. Вы будете это делать. Вы будете друг другу классы ставить. Вы будете интересными. Вы будете делать нестандартные шаги. И я вам больше могу сказать, что я сделаю это все, что вам сейчас показывал и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках это же сделаю. Понимаете? И, конечно, ссылка улетает. Ссылка улетает. И у меня посещение становится. Смотрите. Вот здесь захожу посещение. Это у меня бесплатно. У меня ни одной платной рекламы нет. Все бесплатно. Уже 284 сегодня. Жму приглашенные. И вот здесь, видите, люди регистрируются. Вот. То есть, в принципе, вот что я вам хотел сказать. Если тренинг ценный, то сделайте разные комментарии в социальных сетях, в скайпе. Я этот тренинг обязательно в YouTube загружу. Загружу два этих тренинга, первую и вторую часть. И я хочу, чтобы вы действительно достигали больших результатов. Все, что я делаю, это делаю для вас. Вопрос, чтобы вы действовали. Это надо просто делать. Надо просто делать и делать. Вот тогда будет больше результатов. То есть, старайтесь постоянно идти вперед. Оплачивайте робота. Добавляйте друг друга в друзья. Жмите классы. Смотрите ту информацию, о которой я говорил. Оплатите офис. Настройте робота. Начните помогать партнерам. Сейчас, скорее всего, уже время подойдет к концу. У нас, скорее всего, осталась одна минута. Поэтому я вам желаю сейчас правильного старта, правильных настроек. И ждите от меня новых статусов. Сегодня будут новые статусы 23 февраля. Сегодня будут другие разные статусы. Делайте все поэтапно, чтобы были коридоры. Чтобы люди шли коридорами. Понимаете? Вот тогда у вас гораздо больше будет регистрации. И ни на кого не рассчитывайте. Интернет, еще раз говорю, из тысячи человек, один-десять человек зарегистрируется, это хорошо. Вот в чем суть. Добавьтесь в скайпы, в группы, скайпы новичков, директоров, руководителей, вице-президента, спикеров. Спикеров. Вот в чем суть. Сегодня для вас вечером будет презентация. Завтра две презентации. Приглашайте людей. И вы достигнете больших результатов вместе с нами. Друзья, спасибо всем за внимание. Желаю вам успехов, процветания. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Пять часов тренинга у нас сегодня прошло. Тренинг был, на мой взгляд, для вас важный. Теперь желаю всем сделать то, что мы обсудили. Счастливо!